да да ребята это я хочу это я такая красивая сегодня спросите меня вы да потому что я делала фоточки а вообще-то мне сегодня уезжать ночью в другой город а я тут косплеями балуюсь а у меня даже чемодан не собран поэтому нужно скорее раздеваться и собирать чемодан а в другой город сегодня еду не просто так а потому что будет очередной аниме фестиваль на который меня пригласили и я конечно же с радостью согласилась туда поехать потому что как давно не было фестиваля я их так сильно люблю еще и поездка в другой город разнообразие все дела вот поэтому я с нетерпением ждала этого дня и мне даже не верится что уже сегодня я поеду в воронеж ты что хочешь собой в поездку я взяла обувь для косплея тапочки чтобы ходить в них в отеле конечно же сам костюм отпариватель ручной цветочки для образа кольцевой свет не знаю зачем он мне в конечном итоге так и не пригодился ну да ладно косметичку всякие ножницы ну и всякие личные вещи типа трусы носки средства личной гигиены на вокзал я приехала рано аж за час до отъезда но лучше раньше чем в итоге потом опоздать но мне было совершенно не скучно я удобненько устроилась на подоконнике и читала свои комиксы которые я взяла с собой кстати говоря очень хорошо что я решила все таки ехать именно поездом потому что за несколько дней до отъезда выпало очень много снега и поэтому все рейсы на самолет были отменены да уж это была бы супер мега подстава и для меня и для организаторов и короче сама поездка бы просто-напросто сорвалась поезд приехал новенький чистенький даже красная дорожка в нем имеется ну просто лакшери условия какие-то мне еще очень повезло что за всю дорогу ко мне никто не подсел и во всем купе я ехала ладно да 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 всю дорогу к сожалению обратно я ехала в старом поезде и у меня была куча соседей вокруг ну да ладно зато туда дорожка была очень классная уютная я вообще в целом обожаю ездить на поездах не знаю в них какая-то особенная такая романтическая приятная атмосфера особенно когда включаешь любимую музыку в наушниках эти виды из окна прекрасно в конечном итоге в поезде я провела 17 часов но времени я зря не теряла с собой у меня был ноутбук и я сидела обрабатывала фотографии по приезду в воронеж меня встретила лидочка она является одним из организаторов фестиваля меня проводили до такси и я поехала в отель я приехал а вот где я буду жить четыре дня по моему здесь очень мило я вижу огромные окна мне это нравится балкон это очень нас ни хера себе тут холодно но мне дали тепловую пушку поэтому все будет нормально посмотрим что там за вид из окна ой как тебя поднять после того как я расположилась я решила немножко прогуляться и поизучать что тут есть рядом и в конечном итоге оказалось что буквально через дорогу тут находится очень милая уютная кафе с вкусной едой и кондитеркой ну и все дни что я была в воронеже я кушала тут да еда там была очень классная уютная домашняя и тортики вкусные после кафе я зашла в магазин купила немного детского питания да я его просто обожаю и вечером я опять кушала смотрела четыре свадьбы да люблю это телешоу она немножко упорота и смешно но мне очень нравится кто смотрит четыре свадьбы отзовитесь комментариях ну что ребята сегодня второй день в воронеже ничего особенного я не делаю хожу кушаю набираю вес потому что я перед поездкой жестко похудела а тут рядышком как раз кафе офигительное поэтому я постоянно хожу туда кушать много на вкусно тест уже завтра и я почему-то дико волнуюсь не знаю почему это уже не первый фестиваль в моей жизни но почему-то я нервничаю так как будто бы я впервые отправляюсь на фестиваль это странно паричок вот в порядок привела потому что он весь растрепался я ему поправила челочку надо его еще немножко расчесать и вот эти вот кудряшки залачить чтобы они не разваливались капец жесть ребята угадайте кто проспал да 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 это я спасибо спасибо на самом деле это вообще не прикольно потому что мне уже нужно было быть на фестивале в это время вот у меня не сработал гребаный будильник поэтому я проспала это хорошо что я еще проснулась ну нормально то есть у меня как бы еще есть время чтобы собраться поэтому да я не буду сейчас много болтать просто знаете что я дебилка и я распыла ребята я уже приехала смотрите я уже оделась такая вся красивая но некрасивее нашей лизочки прекрасный с большими выразительными глазками прелесть просто вот это наша комната а что это это большой плюшевый человек после того как я оделась у меня было еще немного свободного времени до начала я немного помогла организовать фотозону надо было приклеить имена косплееров на их фотографии ну а после я пошла залипать на ярмарку конечно же на ярмарке было очень много различного мерча в особенности значки им да тут чуть ли не на каждом столике была куча разных значков также были всякие плюшевые игрушки и фигурки блокноты брелочки кружки акриловые стенды и много много других приятных мелочей особенно я люблю столики с изделиями ручной работы дольше всего я залипала рядом с этими игрушками кстати небольшой брелок от этого мастера я купила себе на память о поездке вот такой вот он в виде лисички на самом деле я долго думала кого же взять но в итоге остановилась на лисе потому что ну я же лиса также я снялась в репортаже для местного телеканала где рассказывала о своем образе и также нужно было ответить на некоторые вопросы полные выпуски оставлю в описании к этому видеоролику вдруг кому-то будет интересно его посмотреть меня персонаж из игры лига легенд это аречка девятихвостая лисица на хвостик у меня сегодня только один я сама делала кстати чего там целые я не знаю меха проволоки синтепона у меня дома вообще около 50 костюмов лежит хэнсен это с елизаветой прекрасный сейчас будем снимать тики-то вот обязательно заходите в тики таки обязательно лайки подписывайтесь на канал сама программа началась где-то в 13 часов дня и она была очень насыщенной были и ковер-дэнсы и косплей дефиле и различные сценки и даже конкурс вокала номера все шли в разнобой что с одной стороны было вроде как и прикольно потому что на сцене постоянно происходило что-то разное и номера не приедались но с другой стороны кому-то может быть не интересен кейпоп кому-то не по душе долгие сценки например и если бы выступления были поделены на блоки можно было бы во время того пока идет то что вам не особо интересно походить по ярмарке или же просто потусить с друзьями и чем-нибудь заняться как вы считаете пишите в комментариях но вообще в целом я люблю фестивале такого формата потому что на дкшных фестах ты точно не будешь скучать и думать как же себя развлечь ведь развлекать тебя будут участники фестиваля кстати не забывайте подписываться на мой телеграм-канал ведь туда опубликую все самые свежие новости много фотографии видео из моих поездок и также из моих будней а в моей группе вконтакте вы можете найти множество фотографий с моих косплей фотосессии с фестивалей и много другого интересного контента так что обязательно подписывайтесь ссылочки оставлю в описании и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вся программа также сопровождалась мини-сценками от организаторов фестиваля и ведущих, что было очень классно и весело, и они хорошо разбавляли атмосферу. Субтитры сделал DimaTorzok Потому что не хочется кого-то обидеть, ведь все стараются, готовятся, а во-вторых, это отнимает очень много сил и времени, из-за чего я не успела пообщаться с друзьями и отснять все, что планировала. Так что да, в этом есть как плюсы, так и свои минусы. Вообще поездкой я осталась очень довольна, фестиваль подарил мне множество приятных эмоций, теплых воспоминаний, а также я познакомилась с классными ребятами и в целом весело провела время. Обязательно смотрите и другие влоги с фестивалей, ведь они всегда очень разные, вам будет на что посмотреть и с чем сравнить. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо всем за просмотр и до новых встреч! Пока-пока!